Любимая многими жителями Академгородка библиотека Суран не закроется. Об этом сообщила работникам учреждения и обеспокоенным читателям начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Летом библиотека станет муниципальной, сохранив при этом и уникальный книжный фонд, и, надеются горожане, здание. Подробности в репортаже Станислава Якушевича. Шестилетний Лев Ярославцев ходит в библиотеку регулярно, пока вместе с мамой, но книги выбирает сам, в основном с иллюстрациями. Но читаем, отмечает Елена Ярославцева вместе, по 5-6 книг в неделю. И библиотека Суран, пожалуй, самая доступная для семей с детьми. Нам будет этого не хватать очень сильно. И не только нам. Я знаю, есть дети, просто приходят с мамами и вообще туда не вытащить. О невозможности содержать библиотеку руководство Суран объявило в декабре прошлого года. Вместе с турбазами и домами культуры финансирование библиотеки признано нецелевым. Что удручает, подчеркивает Григорий Ханин. Сюда он ходит уже больше полувека. И альтернативы, считает экономист, нет. Есть библиотека у нас в Доме ученых. Она тоже потихоньку загибается. Я знаю ее с конца 70-х годов. Теперь дошла очередь до этой. Помимо читателей, судьба книжного собрания волнует и библиотекарей. В июле истекает срок их трудового договора с Суран. Дальше полная неопределенность. Уже полгода в библиотеке нет директора. Сотрудники ищут варианты трудоустройства. Один человек – это пенсионер. То есть тут проще уже. А трое других. Ну, придется другие рабочие места искать. Мне вот уже знакомые сказали, что в одном из институтов требуется библиотекарь. А беспокоенные читатели, активисты профсоюза, обратились лично к мэру. Анатолий Локоть высказался прямо. Библиотеку необходимо сохранить. Принять ее на баланс немедленно мешает имущественный вопрос. Здание – федеральная собственность. Поэтому с управлением делами Суран идут переговоры об аренде помещения. Академгородковцы очень сильно привыкли к этой библиотеке. Она действительно является таким бриллиантом. Она является центром развития. Она является центром общения. Она является очень большой, выполняет функцию для верхней зоны Академгородка. Помимо мэрии, считают читатели, своей библиотеке должны помочь и академические институты Суран. Хотя бы в части обновления книжного фонда. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.